Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью, программу о работе городского собрания депутатов. Сегодня у нас в гостях депутат, председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Неконоров. Смотрим визитку, а потом будем беседовать. Дмитрий Неконоров, депутат Чебоксарского городского собрания от избирательного округа номер 14. Родился 23 декабря 1976 года в городе Чебоксары. Окончил Чуварский государственный педагогический институт и Московский университет потребительской кооперации. Кандидат педагогических наук. Дмитрий Неконоров, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Женат, воспитывает двух дочерей. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Валерьянович, ну, два вопроса, две темы, в рамках которых мы будем с вами сегодня беседовать. И достаточно, одна из них, как мне кажется, очень злободневная и очень много граждан высказываются на эту тему. Это новая схема планирования городских автобусных маршрутов. Насколько я знаю, Санкт-Петербургский институт подготовил свой доклад, в котором предлагают изменить некоторые маршруты, некоторые даже кардинально. Что вы думаете об этом? Вот как сейчас идет работа над этим докладом? В данный момент у нас маршрутными перевозками занимаются три вида задействованы. Это, получается, троллейбусы, автобусы крупной и средней вместимости и малой вместимости. Малой вместимости – это маршрутные автобусы. Если говорить про автобусный парк, крупной вместимости, большей вместимости, то 88% у нас сейчас занимают автобусы малой вместимости. 12% занимают, получается, крупной вместимости у нас автобусы, но остальное у нас занимают троллейбусы, у нас их порядка 212, насколько я помню, или 209 у нас бортов. Что у нас происходит? Первое. Во-первых, у нас идет очень большое дублирование городских маршрутов. Кроме того, что у нас идет дублирование самих городских маршрутов, имеется в виду, особенно это маршрутных сетей и малой вместимости, то, кроме всего прочего, к ним еще присоединяются и маршрутные перевозки межмуниципальные. То есть идет еще другая накладка. Поэтому вот с этим мы вообще хотим как-то бороться, потому что некий хаос в городе создается в этом плане. И эта работа ведь, она не в прошлом году придуманная. К этому мы очень давно шли. Вначале с «Газели» мы ушли на «Иномарки», чтобы был какой-то некий комфорт для людей. После этого мы ушли на низкопольные транспортные борта. Там, чтобы люди могли спокойно сесть, стоя могли сесть. Более современные автобусы. Экономичные, экологичные. А что мы сегодня видим? Мы вроде сделали определенный некий шаг вперед. Он довольно-таки очень большой. Для кого-то он опять и в тот момент был проблематичен. Потому что это новые борта, новые современные условия, которые мы транспортникам нашим говорим, что они должны это внедрить. Потом сейчас внедрили там карты ЕТК, для того, чтобы людям было удобно. У них сейчас полная вакханалия. И она уже давным-давно это происходит. Мы же... Вот понимаете, почему мы говорим о том, что нужно с бортов малой местимости уйти на борта больше местимости? Я так понимаю, что сейчас вот тех пресловутых маршруток, которые гоняют по городу, нарушают правила дорожного движения, не соблюдают правила безопасной перевозки пассажиров, их не будет. Будут автобусы большие и средние. Нет, не совсем так. У нас здесь нет определенной борьбы с какими-то плохими, скажем так, пассажироперевозчиками. Мы вообще говорим о том, что мы хотим модернизировать немножко нашу транспортную инфраструктуру. Во-первых, есть определенные нормативы, где на квадратный километр должно быть определенное количество пассажирского транспорта. Если копнуть еще глубже, вспомните советские времена, как раньше было сделано все в Чебоксарах. Вот у нас всегда был маршрут, который ходил только по центру. Он был составляющим звеном. Остальные маршруты, они уже были уходящими в всеразличные разные направления. И были еще проходящие маршруты. Вот сейчас будет наподобие примерно такого же. Будет хап, грубо говоря. Да, маршрут должен быть урегулирован таким образом, чтобы всем было удобно, комфортно. И чтобы они могли всегда доехать. Кроме всего прочего, о чем мы сегодня говорили. Мы же сегодня видим, кто когда заходит в маршрутку. Она может быть совсем пустая. Потому что там переди него четыре таких же проехало транспорта по такому же почти маршруту дублирующему. А где-то наоборот может быть переполненный, который едет первый. И у него ведь он берет всех. Он берет всех, как в бочку, где селедку складывают. Где места нет, даже продохнуть. Но это безопасность опять наша. Просто люди, кто-то спешит, кто-то не думает о ней. Понятно. Как есть, мы все помним, знаем, как было, может быть, не все помним. Как будет? То есть будет некий хаб, куда стекаются из разных районов одни маршруты и уезжают другие маршруты. Нет, это будет немножко по-другому. Еще раз я говорю. Для того, чтобы полностью ознакомиться и понять вообще, как это все будет, лучше зайти на сайт. Там все представлено в картинках. Полностью разжевано, где будут какие маршруты. Предполагаемые маршруты, еще раз говорю. После всего этого сейчас большое количество было вопросов. Ну, конечно же, в большей степени, я так понимаю, они все-таки были от перевозчиков, которые не хотят, чтобы их маршрут закрылся. Будет обсуждение. Во-первых, будет обсуждение в городе. Будет обсуждение среди депутатов. Оно состоится на следующей неделе. После этого будут проведены публичные слушания, где каждый может прийти из наших горожан и выступить, и сказать, почему так происходит, почему я хочу сделать по-другому. У меня сейчас у самого есть большое количество писем, которые говорят, что нужно вот такой-то маршрут не убирать. Я чисто логически, думая об этом, я тоже понимаю, что, наверное, этот маршрут надо сохранить. Ну, допустим, 49-й маршрут, который забирает людей из Чапаевского завода. Сейчас 49-й маршрут в планах института, что его надо убрать. Его нужно сделать по-другому, чтобы люди добирались. Но заводчан тоже можно понять. Раньше, если вы вспомните, опять же, как у нас было, у нас в каждое градообразующее предприятие транспорт всегда ходил. – Доконечный. – Вот, доконечный. Прямо конкретно доконечный. А если вспомнить тракторный завод, то туда еще дополнительно утренние маршруты пускались для того, чтобы с третьей смены забрать людей. Поэтому об этом мы должны продумать. И сегодня большое количество вопросов, которые к нам пришло, мы отправили в этот институт для того, чтобы они дали нам четкий ответ, где и как должно быть. Обоснованно доказать нам, доказать на цифрах, почему они хотят это убрать и сделать там по-другому. – То есть доклад – это не монолит, это такой документ, который может меняться в зависимости от каких-то действительно важных замечаний жителей города. – Конечно. Мы хотим сделать этот документ абсолютно публичным, для того, чтобы люди приняли активное участие в нем, потому что это наша жизнь. – Давайте еще раз. Где его можно найти? – Его можно найти на сайте администрации города, на сайте Чуварской республики. – То есть это есть в открытом доступе? – Конечно, это есть в открытом доступе. – Каждый желающий может, чтобы потом через полгода не критиковать и не предъявлять претензии? – И кроме всего прочего, еще раз я говорю, я призываю всех горожан прийти на публичное слушание. С даты скоро будет определено, то есть мы сейчас получим ответ, и будет понятно, когда у нас будет публичное слушание. Там будут представлены все маршруты, там будут представители института, которые будут отвечать на все вопросы и защищать свои рекомендации и планирования. – Вообще, конечно, все новое достаточно сложно приживается, и горожанам, наверное, придется очень привыкать. Не могу сказать, долго или недолго, но привыкать к тому, что сейчас стараемся изменить, да, ну и, возможно, услышать вам придется немало критики в свой адрес. – Ну, критика – это, наоборот, даже хорошо, понимаете, это является неким стимулом для дальнейшей работы, значит, нужно, может быть, сделать еще что-то более лучше, поэтому мы критику воспринимаем. – Хорошо, ну вот давайте тогда немножко поговорим о том проекте, который уже реализуется в Чебоксарах, и, я так понимаю, с весны, и уже есть какие-то отзывы, есть какие-то отклики. Это федеральный проект формирования комфортной городской среды, где принимает участие блокфедеральный бюджетный, республиканский, местный, в том числе и сами жители, да, принимают участие в финансировании. И он себя, он предполагает это благоустройство дворов, дворовых территорий и благоустройство общественных пространств. Вот сейчас, как идет благоустройство дворов, сколько дворов, все ли желающие и сколько еще предстоит? – Очень большую тему вы затронули, на самом деле. – Конечно. – Но она очень важная для нас, она очень важная для города. И знаете, что мне вообще нравится в этой программе? Это самое ключевое – это участие жителей. Вот, я не помню, что было большое количество таких программ, где жители принимали большую часть. А здесь это является ключевым фактором. Если жители участвовать в нем не будут, то и программы данной не будет. Она не будет ни в нашем городе, ни в других городах. И сегодня практика показала, что, во-первых, где есть дворы более сплоченные, где есть дворы, где они разобщены между собой. У нас, если говорить про сегодняшний день, там, забегая чуть вперед, у нас было 47 дворовых пространств, из которых всего лишь только 25 вошли в эту программу. Почему так получилось? Потому что вначале они захотели, потом начали прорабатывать где-то что-то, они там сами не доработали. Потом есть такое понятие, там, да, трехпроцентное софинансирование граждан в данной программе, они от этого отказались. Хотя, с другой стороны, я не понимаю вот этих моментов, почему люди отказываются. Там платят, ну, реально, там по 100 рублей, там с квартиры примерно выходит. Вот, но вы же вкладываетесь в себя, вы вкладываетесь в свой двор. Программа не нацелена на один год. Она у нас будет до 22-го года, как минимум. Вот, возможно, потом она еще будет продлена. Здесь стоит отметить, что здесь участвуют три бюджета, федеральный, республиканский и городской. В этом году мы выделяем, ну, нам выделено 163 миллиона, вместе взятых в трех бюджетах. Получается, вот, общая сумма. Правильно вы сказали, что, там, кроме всего прочего, этот проект делится на две половины – это дворовые пространства и общественные пространства города. Вот. То, что касается 25 дворовых программ. Была проделана колоссальнейшая большая работа, начиная, там, примерно где-то с марта-апреля месяца, вот, когда были объявлены конкурсы для того, чтобы в каждом дворе, а это, вернее, даже, это не то, что двор, а несколько сразу дворов, вот, объявлены в одну какую-то определенную группу, где происходит комплексное освоение данных денег по благоустройству. Делается макет, дизайн-макет, где, что и как будет. Потом это все обсуждается с жителями данных домов. Они вносят свои корректировки. Потом эти корректировки отправляются в проектные организации, которые делают данный проект. Да, дорабатывают, опять уходят жителям. Жители согласовывают. Данные работы пока не начались. В данный момент уже объявлен аукцион. После того, как контракты будут подписаны, начиная где-то с 7 августа по 16 августа будет подписан последний контракт, значит, они приступают к работе. Им дается 60 дней для того, чтобы полностью согласно проектам они двор преобразовали. Мы очень надеемся на то, что в этом году все у нас пройдет хорошо, и мы все 25 дворов выполним, и не будет никаких там нас эксцессов. Проект рассчитан еще на 4 года. И мы хотим, чтобы в следующих годах жители активно принимали в этом участие. Сейчас начали подавать заявки на то, чтобы их двор вошел в определенную программу, на определенные года. Я могу сказать, забегая вперед, что у нас уже 12 дворов, на следующий год уже сформированы, сделаны проекты. Но я думаю, когда все 25 дворов в 2017 году будут сделаны, все побегут. Возможно, согласен, но... Опыт-то первым всегда сложнее, когда уже есть наглядный пример. Я не думаю, что у нас будет первый блин комом. Я думаю, что у нас будет хороший сладкий блин, на который люди посмотрят и скажут, мы тоже хотим сделать у себя так, мы хотим свой двор преобразовать. И, насколько я знаю, там же ни один двор не повторяется. Каждый проект уникальный. Да, все дворы разные, каждый на что гораст. Спасибо большое, Дмитрий Валерьянович. Я напомню, что сегодня о развитии города, о развитии транспортной инфраструктуры и формировании комфортной городской среды мы говорили с депутатом Чебоксарского городского собрания, председателем комиссии по городскому хозяйству Дмитрием Неконоровым. Я с вами прощаюсь. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА